Холо Амигос! Продолжаем играть в резьбу, уже совсем немного, я уверен, осталось. Остановились мы снова в этой избушке на курьих ножках. И бежим теперь в особняк. Я вооружился, набрал оружие, выложил все квест-предметы из инвентаря к чертовой матери. На случай, если старая шалова кинется в погоню. Надеюсь, что этого мы избежим, потому что она мне не нравится. Сейчас главное, блять, понять, сука, как выйти отсюда. В этом моменте я постоянно пропускаю какой-то, блять, поворот. Ах, да. Оборотень здесь один был. Настырный, сука. И только лещи над головой свистят. Пошел в жопу. Это был очередной шанс. Блять, ты-то хуй тут делаешь? Что это такое? Смотрите, какой пожеванный старый зомби. Ой, блять. До свидания. Я же у них магнум спиздил. Они, наверное, злые, бля. Я так понимаю, что новые зомбаки повылезали, да? Повсюду. Думаю, лучше не бежать, потому что можно прибежать к ним в любящие руки. И быть как следует трахнутой. С другой стороны у меня есть электрошокер. Вообще, какой запас у меня оборонительных средств? Один из штук. Но оборонительные средства не действуют, если на вас напали сзади. Оборонительные средства от нападения сзади только одно. Ходить с чопиком в жопе, чтобы вам не смогли засадить ни при каких обстоятельствах. Так, я куда пришел-то? А, я все правильно пришел. В хижина. Ой, в эту, в перевалочную избушку, блин. Так, тут у меня аптечка, аптечка лежит, которая пойдет со мной отсюда, нахрен. Да. Неспроста я почистил инвентарь. Я помню, помню две вещи, что здесь точно можно было взять. Вот эту аптечку и монетку, которую я обратил внимание, что можно вытащить. Вроде как. Вот видите? Приятное глазу колорошение. И избушка сраная закрылась. А, так что если была за мной погоня, то она конкретно обломалась. Ну что ж, надеюсь в особняк зомби-то не завалились толпой. Пусть лучше будут эти рептилоиды, чем этот долбанный страх из моего детства. Ненавижу вот этих вот монотонных ублюдков. Ехоу, мы в домике. Дикое напряжение в нервное испытываю постоянно при виде этих гребаных открывающихся дверей, этих коридоров. Потому что страхи из детства. Вот. Есть у меня подружка-психолог. Ну, я думаю, у каждого есть подружка-психолог, потому что подружек-психологов просто развелось. Так вот, она утверждает, что страхи и фобии из детства это самые сильные страхи, которые они проходят вообще всю жизнь. То есть, если ты что-то боялся в детстве, у тебя есть хороший шанс бояться этого вообще всю жизнь. Ну, конечно, кроме разве что монстра, который живет под кроватью, который схватит тебя за ногу. Когда ты пьяный, домой заваливаешься, тебе уже похуй, кто тебя там за ногу схватит. Главное, на кровать плюхнуться, уже заснуть. Но речь не о таких вот прям совсем бабайках, шмабайках. Типа там, если боишься задохнуться в детстве, будешь... Ну, короче, поняли, я думаю, да, что я тут буду вам рассказывать. Каждый, я думаю, свое припомнит. Каменное кольцо. Смотрите, каменное кольцо очень похоже на вот эту вот медальку по форме. О-о-о! О-хо-хо! Смотрите-ка, вот это вот без кольца. А если их вместе? Охуй там. Изучить. Так, тут два-три человека. Похоже, один одного стригет, второй смотрит. А на втором что? Изучить. И на втором то же самое, и при этом они не объединяются. Очень, блин, интересно. На карте, как я уже говорил, только одна закрытая дверь. Вот та, ведущая в подвал, откуда доносятся звуки, от которых могут намокнуть штанишки. Так, у меня есть карманный пистолет с одним патроном, с которым можно только застрелиться. У меня есть нож, боевой нож, боевой пистолетик, писькоструйчик, деревянное полотно. Но сыворотка, которой мне так и не понадобилось, все понятно. И есть еще вот этот диск, который не мешал бы куда-то вставить. Но я пока что здесь в этом странном-странном-престранном особняке ни одного компьютера не видел. Пустые банки. Были бы хотя бы пустые бутылки, я бы, может, еще решил, что их можно сдать. Но зачем мне пустые банки? Куча аптечек, рукоятка до сих пор у меня осталась одна вроде, да, вторую? А, две рукоятки. И вот это медаль волка и медаль орла. Медаль волка и медаль орла. У меня нет соображений, куда можно пристроить медаль волка и медаль орла. Как нет соображений, куда можно пристроить камень и металл. Камень and metal. Типа rock and metal. Нет, stone and metal. Ну, арсенал я свой выкладывать вообще ни за какие деньги не собираюсь. Поэтому я думаю, что... А есть у меня там поблизости где-нибудь сундук второй рядом с вот той вот дверкой? Нет. Там, блин, долго. Долгий-долгий путь. Вот пишущая машинка есть рядом с той дверью. А сундука, сука, рядом с той дверью нет. Дерьмо. Короче, думал-думал и подумал, что на медали волка и орла уже им доверия вообще никакого нету. Я их два раза уже просто так в инвентаре таскал. Приходилось из них возвращаться, пусть валяются. Возьму лазерный диск, потому что в лаборатории должен быть... А там, ну, судя по всему, лаборатория, да, логично? Мы же все фильм смотрели. Под домом, сука, должна быть лаборатория. Вот, думаю, там есть компьютер, где я смогу вставить этот сраный диск. Вопрос, как открыть эту дверь? Неужели она не ключом открывается? Ну, куда мне тогда вставить эти две октайды... Как их? Тетрагральные, блин, или как это называется? Шестиугольные хреновинки, не иначе, как себе в задницу. Так, все верно. Там то, что красное, у лифта это я что-то не подобрал, либо там оборотни встали, поэтому красным цветом обозначено. Странно, что в этой части нету вот этих красных без кожи. С языками, как их там, хантеров. Вот везде были, а тут нет. А, смотрите-ка, на дверях, вот, точно. Восьмиугольная гравировка. А в прошлый раз она просто дергала и говорит, что там орет кто-то. Как, блядь, не используем? Ты что, охерела? Я что-то, может, нахер не понял. То ли я дурак, то ли лыжи не едут, да? Ай, блядь. Но вот это меня напрягает, что их можно обратно выковырять. Неужто их еще потом где-то вставлять? Ну что, ребята, вы готовы познать ужас и боль? Я нет. О, боже, они открылись. Подходите. Кто, сука, кто хочет отведать первым? Это старая печатная машинка. Мне нужна печатная лента. Ах ты. Ах ты, губежка половая, блин. А вот и сундук. Ха-ха. Здравствуй. Что-то свет-то блымает. Лучше б свечки горели. Надежнее. Так, возьму-ка я, пожалуй. Возьму-ка я с собой. Во-первых, сначала я запишусь. У меня есть куча лент. Мне надо их реализовывать. Потому что если я сдохну, чтобы даже до лишних двух шагов не делать, не хочу. По этой игре ходить лишний раз. И так передозировка ходьбой яростная здесь. Так, все в жопу. Теперь что я с собой? Теперь я могу с собой взять. Медаль и волка, и орла. И остаться опять без слотов. Без никаких. Я могу с собой ничего не брать. И вернуться сюда в любой момент. У-у-у. Чего? Сколько этажей здесь? Кто-то ходит или что? А это и шаги. По какой-то плесени, видимо. Манал бы я на работу по таким этим ходить мостиком. Они выглядят старше, чем моя бабушка. Господи. Одна даже не видна. Я уверен, что если бросить монетку, дзинька можно не дождаться. Очередная супер-ржавая дверь. Свечи. Это, сука, не лаборатория. Это алтарь П-1 какой-то. Что за алтарь? П. А что такое П-помещение первое? А где алтарь? Алтарь еще ниже, что ли? Ну и зачем тогда эти ла... А, это не переход. Ах ты, педрила! Ну-ка, иди-ка сюда, ебда. Че ты там прячешь в своей жопе? Как-то он неуверенно взмахнул. Пистолетиком. Вот почему не надо носить тяжелый пистолет. Ебать, он огромный. О боже! Карга! Пришла, блядь, горбатая хуйня. А вон у нее видно, что... У нее не мешок на голове, у нее лицо на голове надето. Едрись ты, конем. О боже. Вернуть револьвер Барри, не вернуть. Но я думаю, что враг моего врага, мой друг. Давай, стреляй. У тебя, наверное, патроны-то бесконечные. Шатай ее, как хочешь, ублюдок. Мочи ее нахер. На саркофаге вырезано сообщение. Когда проклятие цепей будет разрушено, путь истины будет открыт. А их можно столкнуть, смотри. Нихуя себе! Пиздебарь, блядь, отъебись от меня. Нихера напрыгнула. Иди нахуй! Барри, блядь! Рубенс, нахуй, Баррикела! Че ты, блядь, не стреляешь по ней? Она че, она вообще падать не собирается, да? Пизду этого Барри. Мы такого Барри нахеру видали. Заебись. О! Пошла в жопу отсюда. Старая шаболда. И что там в гробу-то? Граф Дракула? А, дверь открылась. Мама. Голова. Чего происходит-то? Ждем шлепка. Я думаю, там бездна. Сейчас, так, через минуту где-то. А где Барри? Ты, ублюдок. Пистолет верни. Я передумал. Значит, это была дочка. Внутри гроба скелет. Постойте, тут что-то еще. Семейная фотография, записка. Кто маму положил в такой гроб и зачем там цепи? Письмо. Моей Лизе. День за днем я чувствую, как меня покидает сознание. Уколы, которые сделали мне люди в белых халатах, уменьшили зуд у мамочки в заднице. Сегодня они сделали мне еще один укол. Сказали, что это пища. После уколов мамочка может думать ясно, но мамочка шокирована и печалена, потому что не может думать все время о тебе. Мамочка боится, боится все забыть, особенно воспоминания о тебе и папочке. Как выглядит твое лицо, когда мы проводили время вместе? Все это начинает испаряться в темноте моего разума. О, Лиза, я хотела бы прикоснуться к твоему лицу и держать тебя на своих руках прямо сейчас. Так я смогу удержать наши великолепные воспоминания о тебе и папочке. Лиза, мы больше не можем тут оставаться, нужно бежать. Послушай меня, Лиза, когда в следующий раз нас вместе поведут в лабораторию, Мы обе сделаем вид, что потеряли сознание, и когда человек в белом халате ослабит бдительность, это и будет нашим шансом сбежать. Когда мы выберемся, давай вместе поищем папочку, хорошо, милая? Будь сильный, Лиза. Джессика Тревор, 67-й год, 13 ноября. Наверное, это была пятница. Эээ, а папа, наверное, блять, не мезис. А папа устанак, сука. Так. Это лифт. Барри остался прикрывать тылый гроб. Как же он ссыться идти вперед. Вонючка. Так, что у нас-то здесь? А, вот оно что. Это озеро. Это фонтанчик. Круглое углубление внутри изображения орла. Ах ты пизда, вонючая. Да чтоб тебя расхерачило. Ой, боже. Как меня это бесит. Я не взял с собой. Точно, точно не взял. Как меня это бесит. Очередной марш-бросок к сундуку состоялся, сука, за кадром. Поистощились мои запасы нормального оружия. Зато пистолетных патронов накопилось прямо на долбанную армию. Так. Если будут обычные бомжи, это хорошо. Я их буду отстреливать из обычного пистолета. Если бомжи будут необычные, у меня остался магнум и немножко гранатомета. Ну, там пару таких патронов для гранатомета, пару вот таких патронов. Жить можно. Сейчас, сука, ебанина какая-нибудь вылезет отсюда, сука. И чё там? И чё там? Я не понял, чё там? Чё это за хуйня? Это лестница, что ли? Ааа, пошла ты. Интересно, куда идёт вот эта дверь. Вот эта. Здесь большая железная дверь, и она не открывается. Спасибо тебе, Манда, что пояснила, из чего эта дверь сделана и какого она размера. На твой взгляд. Одни лифт? Какая-то затычка, видимо. Чёрт, тут не зомби, тут караси должны водиться. Ааа, ооо, всё-таки лифт. Ну что ж. Минуточку. Чё это был за звук? Либо что-то в игре, либо что-то за моей дверью. Пойду проверю. А, нет, то всего лишь зомби хотел узнать, буду ли я кофе. Итак, сожмите свои пуканцы, мы отправляемся в недра ада. Ух, какая заставка у них-то. Сейчас как повалят. Назад, пидорасы, я с ружьём. Кто здесь? Ооо, какая маленькая милая комната. Ничего тут нету. Надпись гласит «Открывать только в чрезвычайных ситуациях». Офигенно. Ну так давай откроем-то, ёлки-палки. Там наверняка сколько зомбарей? 800 миллионов штук. Лестница вниз. Куда ещё глубже-то? Сейчас нефть найду. В штанах. Чёрную. Коричневую, вернее. И это чекпоинт. Да, вот у тебя на полу лежит хорошая лента. Можешь попользоваться ей. И дальше там просто ад и неизвестность. Ну что ж, я думаю, что на этом мы и прервёмся, и сохранимся, и на следующей серии попрощаемся. Адьё, амигос.